Смотрю на сиденье, а меня там нету. ПЕСНЯ Отец наш, небесный, благослови нас на сие занятия. Господи, открой наши сердца и разум для слов Твоих. Дай нам, Господи, исполнить все в точности. Тебе слава за все, Отец, Сын, Господи Бог. Аминь. Евангелие от Марка, продолжаем, 15 глава, 40 по 41 стихи. Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалином, и Мария Матьякова, меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему. И другие многие, вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. Толкование Мария, мать Иакова, меньшего, и Иосии, то есть Богородица, которая была для них матерью, так как она обручена была Иосифу. Или, а Иаков и Иосия были дети Иосифа, то она называется матерью их, как мачеха, подобно, как называлась и женой Иосифа в образе невесты. Вот это толкование не все принимают, и на это есть основания. Ну а мы как? Мы так, как истолковали святые отцы, вопрос даже не ставить никогда. А доказать можно что-то? Ничего не надо доказывать. Или веришь, или не веришь. Мы видим, что Христос почти ничего не доказывал. Я от Отца. Кто желает творить волю Отца Моего Небесного, тот увидит, от Бога, от или не от Бога. Просто. Вот этим путем пойти. Ты это слышал? Почему не делаешь? Опытным путем. Ну возьми себе вот, я считаю про какого-то мудрого человека. Как он из руин поднимает государство, город. И биографию его прочитал. И хочу узнать, от Бога или не от Бога. Хотя бы один месяц поживи, как он жил. И тогда ты сразу поймешь. Вот так и Христос. Начни заповеди соблюдать. И ты увидишь, что человек не мог такие заповеди дать. Он обречет. Это невозможно. Даже простое дело. Ударит воду щеку, поставь вторую кто-нибудь. Ну так просто. Щеки, вот они рядом. Бить есть кому. Все время найдется кто-нибудь. Смором ударить. Никто никогда не говорил о том. Никак. Под караулом, в темном месте, по болевым точкам. Мы знаем, как делается. Ты начни исполнять. Я не скрываю, мне очень нравятся люди, деятельные. Ну не просто так. Нравится, не нравится там. Мне не нравится. Вот что-то. А почему? Я должен ответить, почему. Или я привык так, или я лучшего не знаю. Раньше вышла книга задминистра внешней торговли Советского Союза Смоленинова Николая Николаевича. Деловая Америка. Ну она вышла каким-то тиражом. Конечно, больше ста тысяч. Ее обновременно расхватали. Он писал все, что там есть. В Америке. Ну все время ездит, видит. И меня тронула тогда фраза. Тогда, в 70-е годы. Это полвека назад. В Америке дороги все время улучшаются. Плохих дорог нету. Плохая дорога это смерть. Сейчас данное публиковала газета «Правда». Сегодня прочитал. У нас на дороге, на дорогах погибает. В 10 раз больше, чем в Америке. А население меньше. Ну тут, говорит, и Анса. Тут и наша русская авось-невосия. Тормоза не поставил, забавил. Машина пошла, задавила и что угодно. Но однако, хорошие дороги все. Но хорошие дороги постоянно улучшаются. Вот я песок насыпал, уже грязи нету. Сейчас щебенку разровняют. Ну не везут. В Америке я сейчас только нажал кнопку, и она будет здесь. А здесь никак. Нету. Сбори Алексея нету. Маморкова не могут нигде. Там этого нету. И он прямо пишет. Вот, допустим, человек-фермер. У него в автомате делана теплица. Борточки, в зависимости от погоды, больше и меньше открываются. Он говорит, здесь дед мой работал, отец, я работаю, сын мой будет работать. Искусственно подвозят удобрения. В жидком виде. И они, трубы идут внизу, к корешкам, где помидоров поступают. Да когда у нас будет? Он говорит, сколько будем? Это сейчас даже 5 тонн осталось. А сколько найдено? Ну сколько? А как привел? Нет, это послезапевле 4 часа дня у меня здесь будет снова стоять бензолус. Доказать их привезут? Нет, говорит. Нет. Это слишком дорогое удовольствие. У нас контракт. Если он вовремя привез щебенку, с него взыщен. И взыщен дороже щебенки. У меня не привозят. Наконец привезли. Смерзло. С два раза меньше сколько? Заплатил 230 тысяч. А есть стоимость 75 тысяч всего. И у нас просить несколько. Мы другие. А хорошие дороги улучшены. Теперь идут, говорит, по классам. Третьего класса. Третий переводит во второй. Делает их шире. Сейчас делает около подстег. Видишь, какая трасса там залюбуешься. Как правительственная трасса. Как она называется там? Не правительственная, а... Автобан. Автобан. А, автобан. Федеральный. А так. Федеральный. Федеральный. Никакой мосту переходной сделали. Эти улучшат экстра класса. Было, говорит, так. Две машины идут туда, две оттуда движения. А сейчас, говорят, шесть машин идут туда, шесть обратно. А то представь какая. И показывают развязка дорог. Как у меня мозги закрутило. Вот так вот на разной высоте нигде не пересекаются. Они не могут столкнуться. И тут же поезд. Я просчитал это. И они говорят. Книга моя, говорит, вышла. Успехом не пользовалась. Я стал узнавать, почему моя книга не пользуется успехом. Ну, вот так, коротенький. Вот, сейчас проверю, пока идёт. Почему? Я, говорит, узнал. То есть они всё время узнают, что считатели думают. Я решил, говорит, шляпы издавать. Шляпы? А что они пора? Да не издавай, не обговорят. Я нанял людей, хороших, умных, менеджеров. И они, говорит, все в магазинах, у чужих, там не запрещаются. Женщины выходят. А почему эту шляпу взяли, а не ту? Она отвечает, он всё это записывает. Он подвёл и то, и всё, что женщинам нравится в разных магазинах, он совместил в одной шляпе. И теперь все у него покупают. А теперь вот раздумали. Мне вот это настолько близко. Вот перед тобой, вот, пользуемся Новый Завет. Вот этот Новый Завет я буду говорить. Ну, скажем, ты, хоть и не правду говоришь. Это лучший перевод за 900 лет. Лучше этого перевода сегодня нет в Лиге. Вот издание вот такого. На можно лучше издать? Не знаю, но только крупнее, больше, если деньги есть, таким форматом издать там. Ну, а я сделал обыкновенный. Что здесь? В первую очередь, я упоминаю все предисловия, какие были изданы. Они у меня на руках. В 11-м году в Австралии, который был. Дальше. Там откроешь вот так вот этот бассейн. И не знаю, что открыл. Помню, глава говорит, стихи нет. Здесь каждый стих выделен жирным курсивом. И указано. Вот я говорю, я не открыл, ты сразу видишь. Три книги. Где бы ты ни открыл, ты сразу видишь какой-то. То есть важно это? Очень важно. Искать не надо. Далее. Какой перевод взять здесь? Их три перевода примерно есть. У меня есть опыт. Я посчитал, вот этот перевод самый лучший. А другой один перевод какой-то возьмет. А у него не сходятся. Вот что-то тут нет. Перевод не один. Переводов много. В Библии. То есть и надавнее, это наилучшее. И лучше его не сделать никому. Я отручил. Теперь важные места. А то уже я в обморке сказал. Дальше разбиты на главы стихи. А там нет два стиха. Третье. Четвертое. Самые важные места я взял в руку. Ты видишь? Открывай их где. Поглями. Как они определяются. Вот они. Обратите внимание на проповедь и на любовь к слову Божию. А было такое, да? Никогда не было. Дальше. Комментарии были? Нет. Это уже шестое свойство. Далее. Были иллюстрации? Не было. Первое у него черно-белое. А это раскрашивали у нас больше года. Мы искали, какую программу-то достали. Это раскрашено. И вот это все вместе взять. И кроме того, даже закладки и те разного цвета. Российского флага. Красный, синий, желтый, белый просто нет. Почему? Хорошее улучшается. И вот когда ты переживаешь. Я от руки переписывал когда-то вот новые, так сказать, толкования. Конспектировал. А что будет из здания? У меня и не одно. Вот я сейчас здесь нахожусь, потеряю. И все время с войны. Каждый день. Из Америки достать не было. Можно иметь. Они отличаются. Я просчитал, какие грузы на ленинговых. Улучшаются договоры. Я не перейдил на другое. И мне она так близко. Дорогу выше надо. Я сейчас поехал на эту дорогу страну. Волоку. Посмотрел тут яму. Мы ее назвали яму Абушковой. Пусть сделает ее. Посмотрел, как воду выпустить. Где брать на 50-60 метров землю. Ты хотя бы сказал, что сядь сюда. Сели, обсуждают. Нет, все. Кругом куда-то. Неправильно. Ну а почему тебе не делать? Занят. Мы с мужем на начале будем ходить на себя, таскать мешками ту землю. Мы завариваем ее. Это наша дорога. Вот так вот относиться, это не по-христиански. Это наша дорога. Вот сейчас приезжает. Сегодня мед привозил. Он не может нарадоваться. Что такую дорогу сделали. Проезжает. Понятно, что всем это приятно. А ты положи это на всем. Вчера так молился. Еще и мед. А сегодня почти на каждую молитву получаешь ответ. И все время улучшай. Знания улучшай. Урожай улучшай. Ну все остальное. Да не угни на другого. Кандаун Сергей писали. Он на кораблике нашел мимо там. И он спрыгнул с корабля. Ну там взял какие-то документы, привязал, обмотал чем-то. И в ледяной воде проплыл там несколько, сколько километров. Ну его полужилово там до города добрался. Ну и в Америке остался. Его долго искали, нашли уже в Америке. И он начал выступать. Он близкий язык знает. И все это, увидите, в Савченко есть пленка. Он сам выступает. И пошел он теперь. Все, что здесь было. А мы вот баптистом гоняли. Там разбратищами. Оттуда приедет одна девчонка. И пойдет по этим следам. И ничего нету врал. Наташа там у него была, бросил. Там все маленькое. Зарплата маленькая. Жена маленькая. Жена маленькая. Ну взял вот небольшую. Что такое там? Теперь я вижу. В это время он был англопом. Юрий Владимирович. И видимо ему показали, что отношения с Российской. Кортят один человек. И он выступает. Молодежь. Хлопает ладоши. Пересчеркнул. И все. Проходит сколько-то дней. Застрелился. А рядом с тем девчонкам. Он был такой смазыренький. К нему липли где-то. Ну и будто бы он пистолет заряжал. Все это там выстрел. Видимо дали задание. Одно из своих проликло там. И все. Ты нашел лучшее. Ты перенеси сюда. И хули. Да здесь этого нет. Стали разбирать. Не баптистов. Нали. А там все нас никогда тут не игнали. Это не было. Они зарегистрированы были. Ни одна его мысль не подтвердилась. И вычетнули жизнь. То есть ты улучшай отношения с Америкой. Улучшай отношения со священниками. Но правду не скрывай. Сказали о дороге. Моя дорога. Разговоры. Маленько. Хотя на явку мне досталось. Ты посмотри. Какую возвихли там-таму. А нет. Я отвернусь. Не буду разговаривать. Не годится так. Не по-человечески. Не по-христиански. Ты что узнал здесь? И скажи. Я конспектировал это все. Вклад. В Литвей. А потом нашел только здесь. И нашел то и другое. Вот это первое. Толкование. Только у старого бряца. То есть умели сохранить. А потом дважды издал. А прочитал книги Смоленинова. Улучшать хорошее. А улучшенную улучшить еще выше. Вот как надо поступать. А ты сколько раз слышишь. Долго ты все. А я только доставляю. Ты засыпай. Ты сказал. Мне доверили. Чудо такое. Мне доверили. Вот отношение-то наше какое. Да мало того еще и пиздец тебе буду за то, что доверил. Это принцип капиталистический. Нормально абсолютно. Да. А у нас здесь. Советская власть. У нас такого. Когда? У нас год. Только недавно это все начали. А там абсолютно нормально. Что-то про шляпу говорить. Это вообще здорово. Это крутые бизнесмены только получаются из этих. У нас у них как? Живет там почему? У него корова. Особая порода. И дает молока больше. Сынок. Потронимся. Такую же достанем. У нас там у соседа. Овечки появились. А у меня нету. Сынок. Как-то сделай, чтобы у него вещек не было. Я приезжаю за досками. Вот. Шапчина-то. А он говорит. Сегодня ночью у меня 20 овечек отравили. 20 овечек. Все мертвые лежат. Я чуть не заплакал. Это наше. Плохо. У меня. А я сделаю тебе быть плохо. 20 овечек отравили. Лежат в кое-каке стороны. Вот и все. Я к тому говорю. Дорога плохая. Ее хорошо улучшить. Но вы же знаете, ездили. Колья только в Беларусь проходил здесь. И против были. Сделано. Там не так поехали. Но едете. Грязи-то нету. Я сейчас так вот. Передень вот идти. Еще раз поехал. Посмотрел. И думаю. Выкопаю. Воду спустить надо. Где землю убрать. Я еще уже. Кятый раз. Подсказываю. А ты бы сегодня. Зятя призвал. Сестру. Кого там. И сказал. Ну-ка. Давайте подумаем. Как лучше. Ряд на ямке нам досталось. Всего только. Все равно это стерклось. Ну не ты же. Кесок из щебель-то завез. К самому дому подбили. А мама твоя постоянно говорила. А я даже около Игоря поправил дорогу. Помнишь? Когда я делал это. А мне все равно. Почему? Игорь, дорогу надо сделать. Чтобы было хорошим. Ты мне не безразличен. Говорю, что он еще платил 153 тысячи. Не считая песок. Щебель. Вот это. Два команды. 36 тысяч отдали. А тут не луга. Так что, Игорь. Помолись, что Бог положил на сердце. Сегодня отсюди с зятем. Он крепкий, здоровый мужчина. Сделать. И будет видно, что мы не одержим пустословь. Действительно. 42-й, 47-й стих. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Алимофеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия. А смелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер. И, признав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Блаженный Иосиф, еще служа закону, признал Христа Богом. Почему и дерзнул на похвальный подвиг. Не стал он размышлять. Вот я богатый и могу потерять богатство, если буду просить тело того, кто осужден за присвоение себе царской власти. И сделаюсь ненавистным у иудеев. Так ни о чем подобном не размышлял сам собою. Но, оставив все, как менее важное, просил одного – предать погребению тело осужденного. Получив тело, Иосиф купил плащаницу и, сняв тело, обвил ею честное, честно придавая погребению. Ибо он был и сам ученик Христов и знал, как почтить владыку. Он был благообразен, то есть человек почтенный, благочестивый, безукоризненный. Что касается дозвания советника, то это было некоторое достоинство или лучше служение и должность гражданская, которую имеющие должны были заведовать делами судилища. И здесь часто подвергались опасностям от злоупотреблений, свойственных всему месту. Пусть слышат богатые и занимающиеся делами общественными, как достоинство советника нисколько не препятствовало добродетели Иосифа. Имя Иосиф значит «приношение», а Аримафей – «возьми онное». Будем же и мы, по примеру Иосифа, всегда прилагать усердие к добродетели и взимать «онное», то есть истинное благо. Досподобимся принять и тело Иисусова посредством причащения и положить «онное» в гробе, иссеченном из камня, то есть душе, твердо памятующей и незабывающей Бога. «Да будет душа наша, иссеченную из камня, то есть имеющую свое утверждение во Христе, который есть камень. Да обвием все тело плащаницу, то есть примем его в чистое тело, ибо тело есть как бы плащаница души. Божественное тело должно принимать не только в чистую душу, но и в чистое тело. Должно же именно обвить оно, то есть покрыть, а не раскрывать, ибо таинство должно быть покрыто сокровенно, а не раскрываемо». «Так, какой день его распяли? Как день тут называется?» «Следующий, субботой. И так настал вечер, потому что было пятница». «Пятница была распяли, теперь дальше…» «То есть день перед субботой». «Сегодня специально разговаривали, если нет, его распяли в четверг». «Ну, написано пятница, нет, четверг, чтобы воскрес, в субботу». «Четвер, пятница, суббота». «Воскресенье не признают, его надо замазать, тут перевод неправильно или еще что-то». «Была пятница». «Ну, зачем перетолковывать-то?» «Оно не сходится с моим мыслью, но и свои мысли-то теперь ты подведи к этому, а не писание коммеркой под свои заблуждения». «И была суббота, в субботу нельзя было ничего делать». «Нельзя, и они сидели спокойно, они не могли бежать никак в гробу, ничего». «Они сидели, за этим смотрели строго». «Вот сейчас где шариат?» «Шариат» – это у мусульман называется «закон». «И по шариату они не должны делать то-то, то-то во время… вот, допустим, наступает у них их пост, то до звезды, когда в черную нитку от белой нельзя отвлечить на протябутую руку, всё, в это время есть нельзя, а потом до утра можешь есть. Что проще? Ну, что, полость, свинину там нельзя, а остальное можно». «Никоторая к ним приезжает, их подписка не будет нарушать». «Стражи исламской революции, которые ходят и проверяют, зашли на стройку днём, а они обедали. Государство-то мусульманское. Все арестовали, 40 человек. Строительная бригада, 40 человек. Все арестовали. Теперь подписи ваши были, вот списались, у нас работа трудная, бетонная работа. Об этом не говорили, ни при какой работе, ни на что не ссылаться. Вот надо было дождаться, четыре часа ещё на закат, выиграли. Все арестовали, стройка остановилась. В тюрьму. Тюрьма присудила, в тюрьме свинья сразу вынес. По 40 ударов каждому. Два года. Тюрьмы. По 50 тысяч фунтов стебельных. И каждый месяц на площади по 40 ударов. Я думаю, когда кончится срок, земли не будут доставать, будут лететь. Амглия, протест. А что в протест? Какой? А наше государство? Ну что в протест? Атомному Богу просите, что ли? Они смотрят за этим. А мы у нас никогда за этим не смотрели. Пост сплошеверным. В порт Джибда зашёл корабль. Из Нидерландов. Ну и там, когда корабль идёт, то он встречает Восфовский катерок. От него пистолетели. Заходишь на корабль. Ну и идёт, как канал. Мои дети, я это проходил. Стоял за штурвалом. Он просмотрел всё равно. А буфет открыт. Да, буфет спиртное. А буфет почему? Тебя не знаю. Я сказал. Так, помощник капитана там в Старбе, кто... Почему не закрыт эту стопу? Не знаю. Только корабль пришлартовался. Сразу капитана арестовали. И корабль ушёл без него. Два года термой. Так мы не продавали. Пьяных не было. Не об этом. Написано, что всё должно быть под замком. Всё. У них разговаривать не будут. Говорят, кто-то умер, а у них борода подстригается, но не меньше шести сантиметров. Шесть. Ну а шесть сантиметров. Коробок взял. Подошли, а у него меньше. А он умер. Назначили сорок ударов. Разделили сорок ударов. Палкой дали ему мёртвому. Всё. Просчитались. Но бьют-то мёртвый, а живой боится. Он делать этого не будет. Он показывает. Мужчина, женщина не со своей. Взблудили. И он по голову вот так вот закопан. Одни глаза только смотрят. А то всё в интернете стоит. Сегодня там. И стоят люди и камнями кидают. Один камень был, другой. Всё сравнялось. В куче ничего нет. А женщина взята проблему деяния. Доказали. За неё выступают. Там Европа. Всё. И он показывает. Он в ней. Она сидит. В одежде сидит. Он ей вот так вот под одежду сунул. Гранату-то. И откачил. Корбанул. И они тряпки летят. Ещё нет. Ни одной нету. Да ты ж... Я просто говорю. Какие порядки-то? У нас другие порядки-то. Это сегодня. Сегодня никого не спрашивают. А тут убил. Пятнадцать детей. Сорок взрослых. Пожизненное заключение. Он сидит. Ну про этого считают. Когда мужчина нажито видал. Девчонка несовершеннолетняя. С четырнадцать лет её изнасиловали. И судья там написано прямо в интернете, что много заплатили денег-то. И условно пять лет. Условно пять лет. А она уже два, три раза её из петли вытаскивали. А отец бывший спецназовец. И когда суд состоялся. Ну а он здесь сидит рядом. Милиция, полиция где-то. А мужчина там стоит. Который отец и это. У него с собой ножи были. И он метнул. Два ножа точно попали в сердце. А третий в горло. Мгновенный смех. Полиция растерялась. Не знаю что. Даже никто не ожидал. Он спецназовец. Не пошёл покупать специальные ножи. Они тяжёлые такие. И у него с собой надо ещё два ножа было. И вот говорит спецназовец не прошлый. Он говорит. Всегда настоящий. А как бы вы поступили. Вы выросли цветок. Говорит. А какой-то негодяй. Говорит. Вы бы как поступили. И что интересно. Суд заседателя. Оправдали его условно. Пять лет ему теперь дали. Мужику. А того вьяну. Но мы то так не можем делать. И ты когда этого знаешь. А вот это называется по-идейски карма. Наказание. Постигни тебя здесь. Никто не ожидал этого. Он не стрелял. Никого не убил. Кроме этого. Если бы мы знали. Что в мире существует на этой земле. Вот такое возмездие. Наверное. Многих преступлений бы не было. Ты спроси. Я не вижу где это. Ирина. Да. У вас брат погиб. Я вот. Да. Представьте. И никого не нашли. Захария звать. Большой. Юноша. Такой приятный. Задавили. И все думали. Мы на деле можем показать. Люди. Сколько они пережили. Эти-то. Того нету. А если нашли. Ну нечайное. Пьяное было. Чего. Его расстрела нет. Просто нету. Такой статьи. Наши законы. Здешние. Они не божественные. Ни по Моисееву. Ни по Евангелию. Никак. Вот об этом говорит. Что судьи. На их месте. Много неправды бывает. Вот одна фраза. Она нас привела к размышлениям. Мы увидели. И сказали. Господи. Сделай. Как правильно будет. Надо же. чтобы Евангелие. Один был человек. И все согласились. Не убивал. И весь фильм Михалкова на этом послали. Очень переживательный. Их в отдельную комнату. Телефоны отобрали. Теперь размышляйте. Решите. Проголосуйте. Как проголосуйте. Так и будет. Только один говорил. Один за то что виноват. Виноват. А один нет. Всем куда поспешат. А почему ты просто. Я не хочу вместе со всеми. У тебя доказательства есть. Нет. Нет доказательств. А он что. Сходил в туалет. Посидел там. Пришел и говорит. Я против. Я не согласен. Знаешь как. Один по одному. По одному. А потом встали. И оказалось что и адвокат. И вот по глазам. Адвокат. Он совершенно пустой. Он не заботился. А теперь где они были. Это квартира. За которой миллионы. Их всех убрать. А эти вот его убили. А этот. Посидит пацан. Все. Квартиры заблудили. Квартиры там строить. Новые дома будут. И они все рассудили. Началось с маленького протеста. И наконец все повернули на ту сторону. Даже кто больше всех был. И тот проголосовал. Я тоже против. Вот видите как. Я к Михакову. Благодаря этому фильму. Даже. По другому стал относить. Он матершинник такой. Но я вот здесь увидел. Вот этот фильм. Прям душу трогает. Не спешите с выводами. Сначала исследуй. Узнай. Причины. И могло ли быть иначе. А что бы я сделал на этом месте? Все. Вот здесь Христос умер на кресте и воскрес. Почему люди сегодня это не принимают? Христос это. Одна какая-то иммунация. Каких там. Ну перевоплощений. В этом мире гуддисты Христа признают. Ну это один из пророков. И сам пророк мусульман. Исаий Христос. Он просто умер. Или там как. На кресте он не умирал. Он не воскресал. То есть самый центр сатана бьет. Что Иисус был это уже доказано. Но он не умирал на кресте и не воскресал. Вот это вот главное. А мы верим. И поэтому нам 56 раз в году Господь показывает воскресение. Воскресение. Воскрес. 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 Вот надо просто увидеть. А почему? Такие умные люди. Я встречался с мусульманами. Такие эрудированные. Такие грамотные. А Иса не умирал. И вот допустим взял отец. И все как-то там это объясняли. Он умер на кресте. И кровь свою пролил. Страдая на кресте. Тебя он искупил. Считай. Глава 16. С первой по восьмой стихи. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собой. Кто отвалит нам камень от двери гроба? И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду. И ужаснулись. Он же говорит им. Не ужасайтесь. Иисуса ищите на Золенина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Толкование. Ничего великого и достойного божества Иисусова не помышляют жены, когда сидят при гробе и покупают мира с тем, чтобы по иудейскому обычаю помазать тело, дабы оно было благоухающим, а не издавало неприятного запаха от тления. И дабы силою мира, иссушающую и поглощающую влагу тело, сохранялось невредимым. В скобочках. Ибо субботами называли дни седмицы, а единую день первый. Восстав, идут ко гробу и размышляют, кто отвалит им камень. Но между тем, как они размышляли о сем, ангел отвалил камень, хотя жены не чувствовали того. Так и Матфей говорит, что ангел отвалил камень после того, как жены пришли. Но Марк умолчал об этом, потому что Матфей уже сказал, кем отвален был камень. Если же Матфей говорит, что ангел сидел на камне, а Марк, что жены, вошедшие вокруг, увидели его сидящим внутри, то сим не должно смущаться. Ибо могли они видеть ангела, сидящего вне на камне, как сказано у Матфея. Могли видеть опять его же внутри гроба, как упредившего их и вошедшего туда. Петра отделяет от учеников, или как верховного, именуя его особо от тех, по преимуществу. Или вот почему. Так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им велено возвестить только ученикам, он сказал бы, я отрекся, следовательно, уже не ученик его. А потому Господь отверг меня и возгнушался мною. Так, ну-ка, как Петр сказал, произнеси, как ты будешь интонация. Ты, Петр. И когда сказали, ну-ка, он тоже, войди, пройдешь. И вот почему. Так как Петр отрекся, то если бы жены сказали, что им велено так, он сказал бы. Да, вот это вот. Я отрекся, следовательно, уже не ученик его, а потому Господь отверг меня и возгнушался мною. Так, ну-ка, Роман, как эти слова прочитаешь? Ты, Петр, как бы тебе сказали, воскресок. И вот эти слова как? И я отрекся, следовательно, уже не ученик его, а потому Господь отверг меня и возгнушался мною. Так, кто хочет еще прочитать эти стихи? Интонация здесь очень много значит. Ну, кто хочет прочитать? Выйти в это положение. Игорь, прочитай. Как он, как ты думаешь, он сказал? Вот, пришли женщины, они говорят, и Петр вот эти слова говорит, слова Петра. Петра, попробуй. Где он, где он? Я отрекся, следовательно, уже не ученик его, а потому Господь отверг меня и возгнушался мною. Может быть, так вот, с болью с таким вот. Только Алиса, как? Нет, нет, он плакал, как плакал, рыдал. Так вот это рыдание нужно передать. Ну-ка передай. Да я еще. Вы видели этот отрывок из Мастер-Маргарита, когда Вован о смерти рассуждает? Ну, и рядом сидят, там, этот безродный Иван, и как он говорит, о смерти рассуждает о Христе. Басилошвили эту роль исполняет. И я смотрел, другие были роли, и как те говорили, даже близко не поставишь. Ты забываешь, что это фильм? Это реально, Малан сидит, ты дьявол. И как он говорит, какая интонация? Когда он говорит, ну, на жиле доказательства, никаких доказательств, он был. Дьявол говорит, Христос, он был. Доказательств. И вот здесь. А вот Дебунов был просчитал. Вот когда снимают где-то вот такое сильное, они там выбирают лучший, и который самый лучший, дважды, два раза снимают, дубль называется. И теперь этот дубль представляет на рассмотрении комиссии, какой лучший. Поэтому, когда мы смотрим фильм, мы забываем, что это фильм. Вот один день Иван Васильевич меняет профессию, про Ивана Грозного-то. Как я недавно считал, как каких-то артистов отбирали, которые женщина пришла, ногу вставила на дверь, так как она. И она говорит, другие брали, и я. Вот Тихинов смотришь, Элина Бестрицкая, она ее, ну, на Морякова претендовала. Да близко даже нету. Так, а это Еврейка, вот тут и оно. Вот когда смотришь Бестрицкую, она приехала к казахским, жила с ними, как коровыста поднимать, говорит, я не долго училась, как поднять, как повернуться. И она, когда играет, все этим пытается переделать, смех один. Или, возможно, Мирона в Евгении играет, идиот, когда она католицизме говорит, и там вату-то шибает. Вот сколько раз смотрел, нет, это не Мирона, это именно князь Мышкин. Значит, а это не просто артистизм, а это внутреннее переживание. Внутреннее. Войти в эту роль. В эту ситуацию. В эту печать Петра. Мы же тоже отрекались. Сегодня, вот сейчас мы говорим, и сегодня умирают люди, которых священник не может из этой депрессии вывести. Батюшка, я Дух Святой похудел. Ну ты покайся. Нет, пока я не писать, не говорю. Успокойся, Матрена. Ну, Бог силен. Нет, Батюшка, я погибла. Вы бесполезно-то все говорите. Я душой знаю, я похудела Духа Святого. Представь, у меня слезы. Вот он двор Матрена, Солженицына. И здесь к Петру пришли люди. Магдалина там говорит. Христос в воскресе сказал возвестить. Что он воскрес? Сказал. Это не мне. Я отрекся. Понимаешь, это столько у него тут в этих словах печали. У него слова замерзали на губах. А Господь потому и сказал, что Петр не подумал, что он уже выше тут. Нет. Раз ты каешься, ты не похвылил Духа Святого. Вот что главное. Если ты каешься, значит Дух Святой тебя касается. Он приводит тебя к покаянию. Покуливший Духа Святого не приносит раскаяния. У него нет. Он уперся и стоит на своем бляде. Он не может. И приток не в одном деле, а в другом. В третьем, в четвертом. Так, дальше. Значит. Поэтому ангел и присыл купил, и Петру, дабы не смутился Петр той мыслью, что будто он не удостоен и слова, как отрекшийся, и потому же не достоин быть в числе учеников. Посылает же их в Галилею, отводя их от смятения и великого страха со стороны иудеев. Тогда объял жен трепет и ужас, то есть они поражены были и видением ангела, и страхом воскресения. Боялись они иудеев, или одержимы были страхом от видения до того, что как бы потеряли разум. Поэтому и ничего никому не сказали, забыть все, что слышали. Сколько лет прошло, и эти слова все еще люди обдругуют. А почему так было, что женщины? А почему только женщины? Почему не первые ученики? Вопросы-то на сегодняшний день еще. Ну, разное растолкование. Я Златоуса насчитывал 12 того, знаю как. И вдруг я считаю, один день святой жизни. Метрополита Григория Санкт-Петербургского, да революционный еще. Один день святой жизни. И он учит, как прожить себя-то? Вот ты водишься с ребенком, а сама говори, молишься, качаешь люльку, и говорю, Господи, и ты был маленький. И твою люльку кто-то качал. И я была, ничего не понимала. Прими мою молитву, да будет это дитя верное тебе. Еще ж хлеб, а сама разговариваю, я же не говорю про сорт, просто обыкновенный хлеб. Пшенищинки были в рост, перемололи, теперь не узнаешь где. Так и мы были разные, а теперь все вместе. Ты сам дал нам прищитое тело, и хлеб нам напоминает об этом. Как ты велик, Господи? Подметаешь комнату, Господи, вымете сорт из моей души, чтобы ни на кого я не думала плохо, зря. То есть, все время подталкивает. Один день святой жизни, и все, святая жизнь. Куда не повернись, обои. Для Бога. Делаешь, как попало, не хочешь делать. Ну, на этой дороге проезжает Христос. Будешь делать, нет? Ну, когда Хрючев проезжал, и там ночью пололи кукурузу, ночью пололи с фонарями, чтобы он проехал, показать, как у нас хорошо. Вхочное было. А мы знаем, что все, что делаешь, делай, как для Господа. В огороде, или дома, или дорогу. Здесь мой Спаситель поедет. Ты делаешь для Бога. И ему все по-другому будет. И радостно, и интересно, что тебе Бог это доверяет. Знаешь, как наша мама толковала, взявшая рано, недостойно, обрящаяся спеть. Что такое рано, она не знает. Это взявшийся за плуг. А она говорила так, говорит, если ты пошел пахать, а рыло-то не вороти в сторону. Рыло-то не вороти в сторону. Тебе доверяют, а ты скажи, мой Бог доверил мне. Я сделать должен. А почему? Он меняет брат. Ты войди в эту ручку, что ты послание Божие. Послание Божие. Тебе Бог доверил, а я это сделаю. Сегодня же посоветую. Совет в домашней составе. Завтра шапками закидаем эту лужу. Тем более, я завтра рано утром постараюсь уже выть, воду выпустить. Прокопать траншею. Сейчас только оттуда посмотрел, где можно взять. Это наша дорога. Это паспорт нашей беременности. И обезжают, прям чуть не сваливаются в озеро. Доверь до конца. И скажи, теперь кто-то появится. Не дам. Я говорю, все равно будет сделано. Ну я благословляю. То есть еще и ердичить начинают. От соседей никуда не годится. Мне-то зачем эти пруды опорщены? Везде мы войдем, там потеряем. Это все пруды восстанавливают. И уже видели там рыбачьих. Ну, да, бобры проявили. Рыжниковский пруд там расстался. Он наполняется. Я говорил, что мы все равно опять сделали. Такие пломбы поставили, сваи. Мы сваи-то забили. Ни одну, ни две. Больше трехсот сваи. Их надо было выпилить, осмолить. Сверлили под них, били им кувалды. Все. А что там не будет больше этого. Там прорыва уже не будет. В другом месте. Я сейчас теперь планету, где он будет прорыв, завести туда кихи, кище седра. В самом конце, где соединяется с дороги. Там самое низкое место. А может быть, может быть, приезжал начальник из Ковщины, и говорит, у них там где-то есть, вода идет поверху. Застывший лед хоть взрывает, и что ты сделаешь. Вы не боитесь, что вода пойдет поверху? Боимся, не боимся. Мы 70 сантиметров оставили запас еще. 70 сантиметров, это много. А может наполниться? Может. Поэтому надо запасной сток сделать. Придется еще раз вернуться. И сделать вот как, вот здесь, как заезжаешь. Вот так вот, где сделано. Для транспорта. Люди делают полицейские, лежащие, это надолго такие ехать. А здесь полицейские наоборот. Вниз. И как-то когда идет до этого уровня, там еще не пробило. А когда пойдет туда, можно поставить доской преграду, и все, поднять уровень. А если она пойдет, то пойдет около моста, и по низине его спустите через дорогу. То есть я думал, думал, ездят сколько раз один. Покой идет. Батюшка трижды сказал об этом. Зря батюшка говорить не будет. Вот сегодня присадь. Мед продавали. Приезжал. Шерстобиток. И знаешь, что я, что сказал. В первую очередь, благодарен за дорогу. А второе. Мы с Владимиром приехали ко мне на пасеку. Да сняли бы все у меня там, показать. Рекламу дать. Он не сказал слово рекламу-то. Я говорю, за нами приехать надо. Ну, я не могу никак там. А у батюшки-то какая-то, не его там или какая-то. Теперь батюшка, я говорю, звони ему. И мы поедем. А нужно, это нужно, у меня хороший. Безарманный. Смотри, с каким был договеньем, Галя там помогает. Так она не только тут, она у него там дома помогает. Я что хочу спросить. Вы кто знает происхождение слова орать? Орать ли, как правильно вы говорили? А? Да. Пожалуйста. Какое происхождение орать слова? Откуда оно происходит? Откуда оно происходит? Откуда, если слово осталось? Ну, это вот слово, это же «пахать» в переводе на русский язык. И это украинское слово. На украине сделали «надо орать». Я когда приехала туда, я думаю, что это что-нибудь все «надара», «надара». Это ударение никуда не было, понимаете? А это, оказывается, просто «пахать». Отсюда вот это, не вороти рыва. Тут что там бевать? Это не украинское. Ну, на украине, говоря, украинское. Украинского ни одного слова не брали. А это древнеславянское слово. Отец сохранили это слово, а вы заменили снова «пахать». Отец сохранили его. Вот и все. Я не брали никуда. Нет, я не... Это не правильно выразил. Только сейчас это слово, там приемли еще. Человек, пахать и птилилили. Ну, можно заметить, балдет оставили. Оставили именно так. Я был в Нью-Йорке, и там организация беременных наций, и памятник учетича, он меч вот так вот сгибает, и говорит, «перекуем мечи на арало». На плуг не написано, а сегодня так, говорит, орало. «Перекуем мечи на арало». «Перва Марии Магдалине, из которой знал семь песок, она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они услышали, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его, воскресшего, не поверили». Толкование. «В день воскресный, так как это день, есть первый день субботы, то есть седмицы, который выше назван Единый от субботы». Единый от субботы. «Семь бесов, противоположных семи духам добродетели, как то дух бесстрадания, небогобоязливости, дух неразумия, дух неведения, дух лжи и прочее, противоположный дарованием святого духа». Отвечаю. «Когда евангелист говорит, что возвестили прочим, то разумеет не одиннадцать апостолов, но некоторых других, этих и назвал он прочими, так как одиннадцать видели его Христа в тот же день, в который и возвратившийся из села». «А вот попутный вопрос к этому, как бы, это же тоже доброе дело бегали. Они ходатасили за сотникой и говорили, он и всегда Богу нам построил». «То есть, они ничего лучшего не могли придумать. Он нам церковь построил, он нам храм построил. Господи, помоги ему, как важно. А ты применик себе. Ты построил Сен-Богу? А вопрос, а почему он построил? Он же римский воин, офицер. Его ли это дело строить для побежденных храма? Наоборот, тут свои взрывали храмы. Но, во-первых, почему он это сделал? И почему люди на первом месте, у него другие, значит, добродетели были, но это поставили на первом месте. Почему? А теперь ты где строил? Какую Сен-Богу? Какой храм? Какой участие принимал в этом? Понимаете, вот сколько таких вопросов, которые всегда побуждают человека стать лучше, более активно, не прятать со защитой спины. Значит, он поверил просто в их веру, в еврейскую, так сказать, в Бога. Да, да, не в Бога, который поверил, но никто же не построил, он один. А Сен-Бог, это одно. Значит, Бог его сердце расположил так, и не просто же, положил на сердце, сделает им доброе дело. Не все же там грызлись между собой. Это деньги большие, это деньги большие. Как сегодня участок надо где-лить, и вот человек построил. Вот я знаю, в Греции он там много строит где-то. Почему никто? Достаточно мы ездим 12 километров. А почему ездим 12 километров, когда можно здесь построить? Да, ооо, это дорого, это материалы тут где-то. Давайте собирать. Вот еще на это, вот показывали в прошлый раз в фильме, там воды нет. Его упрекают, он решил, сколько он там, 46-4 лет только бился, 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 и через горы про него смотришь в ужас прийти. И каждый день шепот на работу, а другой колодец копал, копал, и вдруг вода ударила. И помощников никого не было, один по цепи от водра вылезает, вытащит, опять лезет в колодец. И такие люди-то, они встречаются. А почему? Если не я, то кто? Есть такое выражение. Если не я, то кто? Поставь себе это. О чем я хуже его? Если там сумел это сделать. Речь идет десятки лет. Он бился, и воду провел, и ожили поля. Все поля ожили от одного человека. Ну это для меня, что значит, это дело одного дня. Это мы так вот привыкли, расхлябываем, и все равно, и какую-то награду ждем. Нет. Человек использует 3,5-4% того, что у него есть. А 96% не воспользовался. Ну разбуни еще 2%, и все уже сделано будет. Вот сегодня сколько людей бодится, чтобы в мавзолею убрали? Никто и слова не говорил. А другие интересуются. Готовится дей-парад. Отец Адамит, чтобы пошли, дей-парад. В Грузии. Отец наук, мой крест, еврей. Он сразу пишет, отец, у него отец. Отец, иначе. Вот пойти, как я, что там должен сказать, если придется. Опять. Отец Игнатий, а какие лоздики написать из писания, чтобы мы шли с транспарантами где? То есть, еще нет. Он все подготовил, все сделал. И теперь в интернете показано, отец, кого бы идет, спас, ну и все это, закончить. Те не знали, куда прятать, все их там полиция в автобусе держит, там все. Вот кто-то буретный, кто коленом. Разогнали всю эту мерзость. А он заранее уже расспрашивает, какие листы писания, и все эти лоздики уже написать. А другому не нужны никакой мерзость. Сколько у нас было, приезжали. Вот это вот место, которое я сегодня читал на службе, я устал миловать. Первый раз приехал епископ, тогда он был, епископ Сергий, от отыванников. Он подошел, просчитал. А откуда это взято, из какого места писания? До него сколько было, и епископы были, и в Максиме, и в Тихии, никто не спросил. Везде место писания, а тут нет места писания. Он остановился. А почему? Теперь я стал из себя говорить, а почему нету? Кажется, я к Андрею пристал. Оно высвело. Высвело, говорит. Ну, а я писать, я не доставно, криво написал, там, поставил, там, высоко, я там. Ну, Еремея 15-6. То есть до этого, почему другие не заинтересовались? Очень страшное место. Бог говорит, я устал миловать. Ты оставил меня. Я погублю тебя. Бог клянется слову. Я погублю, обещай, я погублю тебя. Тебе не поможет ничто. Я погублю тебя, утроба несытая. И все. И загудело. Я побежал скорее смотреть по искомяке, какое место. Все подписали. Он один заинтересовался. Меня это очень тронуло. Потому что он не безоруженщик. Вот выступает священник один, Максим Каскун. Фамилия-то Каскун. Ну, ему задают вопрос. Отец Максим, он много-много роликов, такие они все, 5-6 минут. 5-6, а у нас по полтора часа занятия там. А он вопрос зададут, он ответит. А вот как вы относитесь к Игнатию Лапкину? Он так посидел маленько. Ну, как я могу относиться? Я внучатка его. Внучатка. Я, говорит, обратился через отца Геннадия Фаста. А Фаста, говорит, Геннадий, обратился через Игнатия. И кому-то что-то не нравится, что он говорит. Ну, что из этого не нравится, не нравится. Все. Он и здесь не сказал ничего отличного. Я, говорит, его внучатка. Спрашивают. Вот вам вот там отец Владимир Головин, город Болгар. Это вот от Арстане там, казак. Где-то. Его спрашивают. А вот гордость к вам не подходит. Вот сейчас славя, там, вот, превозношение. Кому? Кому, ко мне. А он часто наступает, там, по частной беседе ведет в храме. И все заснято. Отец Владимир Головин. Запомните. Зайди, ты его сразу найдешь. И вот он начинает говорить. Я. А еще я. Ну, вот, вот, отец Андрей Ткачев, вот, говорит. Вот, послушайте, как он. Даша начинает перечислять. Вот такой-то. Вот, мне нравится, и Ларион говорит, как этот. А она сидит и выспрашивает. Корреспондент, который. А еще я скажу. Ой, интересно. Человек есть. Огненный такой. И писание, глава и стих их показывает. Называет меня их. А я его ни разу не видел, ни Коскона, никого, нигде. Почему? Через интернет они нашли. И в ряд патриархов рядом, рядом, поставили. Козяк. Но его тронуло. А теперь, друзья, посмотри, как отец Головин Владимир-то сказал. Почему его тронуло? Тронуло. А я как раз говорил обречительное слово. В акции будете отвечать за то, что говорите. Люди пришли не к вам, к Богу пришли. Ты отвечай словами Божьими. Вот здесь я везде отвечаю на каждый вопрос. Иногда 20 мест в Библии. Ни одного места. А сами от себя говорят. Ты ушел, все, дым развеялся, ничего нет. А ты скажи, запиши нас в Писание. И теперь, что Бог сказал? Его слушайте. Вот сегодня на... Об этом я говорил. Его слушайте. И Христа Отец Небесный сказал. Я пришел, скажи, что Бог говорит на эту тему? Я конкретно сейчас буду говорить. Вот это лужа. Вот этот поворот. Вот это яма Лужкова. Что об этом сказал Бог Господь? Что Писание нам об этом говорит? Я уже сколько бил в одно место? Ну и вот теперь подумай, напиши. Напиши, записку брату подай. И скажи, брат, вот какое место говорю. Ой, скорее, как бы другой не захватил. Это Бог тебе доверяет. Сколько людей будут? Простое дело. Идем по тротуару. И ветки бьют по лицу. И все время склоняются. Вот так вот идут. Что делать? Ничего не делать. Пили. Не обед. На Ползунова, до Ленинского проспекта. Мы с Витей Лесису взяли, дождались сумерек. Ножок бы я натащил. И пошли. И до самого Ленинского прорубили, как просеку. Люди встали. А веточки рядом сложили. А когда в ветки, это увезет. Организация там этим занимается. Зеленение города. Все. Мы будем ставлять строители точно так же. Встали ночью и прорубили там. А люди под ветки склонялись. Там, где валет. Там идешь. И вот такой высоты перегораживают брусья. Не брусья, а эти блоки. И дальше засыпали. Им удобно разгружать и магазин завозить. Я поднял вопрос. Попросил прийти. Людмила Ильичевна пришла, кажется, с осей. Потом у нас был там Чернягский, Иван Семенович инвалид войны. Как они трудятся. Нет плечей и ступенек. Еще как. Каждый можно обходить или ногу поднимать. Караптаться на это. А он призвал Волобуева. В Алтайской правде. Корреспондента. Логинова написали статью с фотографиями. И теперь каждому депутатам в городскую думу. И забудьте она. Сразу решение. Вызвали две. Вот. Ну что сделать? Немедленно панусы сделать. В таком ряде ступени. Все сделано. А то, говорит, еще нельзя сделать. Я не отвечаю. Ничего еще не делали. И Алтайская правда напечатала статью с фотографией. Там люди, кажется, с ребенком. Все. То есть в законном пути он ни на кого не сбили. Средрак перегородили. Да вообще-то. Перегородили. И не один год не стояло так. А сейчас к нам зайдешь, когда идешь по этой улице. Ну и наклонно, панус называется, с перилами. А рядом с подступеньком. Это у нас на розетке перила там валились. Пальши работали. И мне отчет. Городская администрация прислала отчет. Все ваши замещания приняты. Указания дамы уже сделали. А я им ответил. А я не просил панусы. Я сказал убрать ее совсем. Ну уж никто не уберет. Там досыпали, хоть на земли, дали. И сказал он. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что, смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде. При Господнем содействии и подкреплении слова. Последующими знамениями. Аминь. Не сказал, проповедуйте только послушным, но всей твари будут ли слушать или нет. Кого тварь назвал он? Быков, лошадей, овечек. Кого? Людей. Всех. Тварь. И люди, и люди же тоже тварь. Ну ты тварь? Да. Тварейная. А человеку скажет, знаешь, говорит, Бог сотворил, самая последняя тварь. Ты знаешь, какая? Да. Какая? За ней уже ничего не творил. А что вот так? Всякая тварь, и я тварь, и ты тварь. Но ты уже взяты из ребра. То есть попозже чуть-чуть. Кто уверовал, но не крестился, а остается еще оглашенным, тот не есть уже и спасен. Верующие, говорит, будут сопровождать знамения, изгнание бесов, глаголами новыми языками, взымание змей, то есть истребление змей и чувственных, и мысленных, как в другом месте сказано, наступайте на змей и на скорпионов, очевидно мысленных, в Лука 10, 19. Многие, выпивая яд силую крестного знамения, сохранялись невредимыми. Везде сначала наши действия, а потом уже Божие содействие. Ибо Бог содействует нам тогда, когда мы действуем и полагаем начало. Бог помогает тогда. Когда мы действуем и полагаем начало, а когда мы не действуем, Он не содействует. Заметьте то, что за словами следуют дела, и слово утверждается делами, как и у апостолов. Тогда Слово утверждали последующие дела и знамения. О, если бы Христе, Слове и наши слова, которые мы говорим о Добродетели, утверждались делами и поступками так, чтобы мы совершенными предстали Тебе, содействующему нам во всех делах и словах. Ибо Тебе подавает слава и в словах, и в делах наших. Аминь. Комментарий из Икиев 2.7 И говори им слова Мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Проповедуйте всей твари выделенному, будут ли слушать или нет. Благо проповеднику, когда он при жизни видит плоды своей проповеди. И как тяжело наблюдать, когда на сотне проповедей едва ли одна душа обращается к Богу. Иоанн Затарус утверждает, что так как от человека не зависит благодать обращающая, а награда будет за ту, кто в вечности тот, от чьей проповеди никто не обратился, получит награду больше. Вот интересная мысль какая. А тот, через чью проповедь кто-то обратился, этот проповедник часть награды получил уже здесь на земле, в виде той радости, которую ему доставило рожденное чадо. И тут же добавляет, что пусть моя награда будет меньше в небесах, только покайтесь, обратитесь ко Христу, проповедуйте всей твари, будут ли слушать или нет. Интересно. Главное, я проповедил, никто не обратился на награду больше. Потому что обращение от меня не зависело, от Бога. Ну а ты трудился, ты сделал, ты ехал. Вот Бабтист один пишет в Америке, вот ехали дороги там, он говорил, а мышь идем оказалось на расстоянии 200 километров. Он каждую неделю, через кого он обратился, приезжал после работы ко мне и беседовали, рождал меня за 200 километров. Ни сливки водил, ни мясо продавал. Да, все, когда мой тому же человек уже 200 километров хватал, то все, у меня тут не убран урожай, да, встаньте, грубости всякие. Вот показано, мы сейчас тут будем Абкист это выставить, я посещаю, самая большая, я где-то 10 роликов выставляю, и всех, кого по одному в день с кем беседовал, ваше уже вышло, когда вы на кресле беседуете. Отзывы какие были, ваше самое первое вышло, что у вас я записывал. Отношение, ваше мнение о Бабтистском приезде сюда. То есть, я не беру на себя это, я говорю, вот так, ну последнее, восьмое, восьмое, батюшка об этом скажет еще. Батюшка ведь опять потянется в Россию, по монастырям. Как я его убеждаю, так говорю. А я говорю, батюшка, опять в монастырь уволокся. А вот, допустим, я говорю, змею, я не поверил, а философ юрстил. Его подали, он выпил рыбу, да. Наверное, не перекрестился, наверное. Не перекрестился. И не один раз. И повредила, и умер. Это Космай и Дамиян. Интересно, три Космая и Дамиян, три Жития, очень похожие, но все разные. И все были вращаемые. Ну, вот там завистник один, да, вот, трава-засой какой-то, я травил. Ну, во все времена были конкуренты. Космай, это Кузьмак по-нашему. Дамиян, это Дамиян. Значит, это мы считали Евангелие от Марка, да? Да, закончили. Евангелие от Марка. Сколько у вас? Ахараши там? Час. Час. Значит, что получается, что, как это, от веры, что ли, зависит? Ну, по поводу того, что выпил, отравился, или что? В Америке есть такая секта, где во время водослужения они приносят ядовитых змей, у которых, ну, как сажало зуб, ядовитый не выломал. И они вот так вот, около лица каждый берет тебе, передает тебе другому, и где-то кого-то змея ужарится. И человек уже умирает. Это, значит, змея выделила, кто грешник. Хоть ты сто разграничил. Это у католиков, когда раздели человека, и, значит, ну, как он, она ведьма, ну, высоко в борта, бросает в воду. Если она выбралась, значит, сатана помог, теперь сжечь ее. А если утонула, значит, Божьей милостью примею Господи. Божьей милостью. Божьей милостью. Мы просим Тебя во имя Господа Иисуса Христа. Прими нашу молитву за этот прекрасный воскресный день, напоминающий о Твоей победе над смертью. Благослови нас. Благослови брата Акима, возврати его с миром. Мужчина, слышать голос Твой и ожидать ответа. Духом Твоим, святым, сохрани нас от падения, доведи до желаемой пристани, до царствия Твоего. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.